Заболеваемость ОРВИ и гриппом пока не достигла эпидемиологического порога. Запас есть еще 15%. Хотя число тех, кто подхватил простуду, все же выросло. Противостоять сезонной напасти врачи готовы. В регион уже поступила половина необходимой вакцины для взрослых. Для детей препараты есть в полном объеме. Медики говорят, главное, чтобы инфекция не получила распространение. Для этого заболевший должен быть изолирован. Культура наша, к сожалению, достаточно слаба. Водим детей в школу. Температуры нет, значит он здоров. Ну и что это с насморком? А то, что он заражает окружающее, почему-то на это никто не обращает внимания. То же самое, вы заболели, вы приходите на работу, вы общаетесь с своими коллегами, вы перенесли это в такой форме, а другой человек может протекать в более тяжелой форме. В этом году в области произошел всплеск заболеваемости менингитом. Это заболевание имеет цикличность. Каждые 3-4 года эпидемический подъем. Последний был в 13-м году. В Самарской области все дети, обратившиеся в больницы с симптомами менингита, получили лечение. Не зафиксировано ни одного летального исхода. Если анализировать предварительные диагнозы и информацию по предварительным диагнозам, то за прошедшую неделю мы отмечаем снижение заболеваемости по предварительным диагнозам, энтеровирусными инфекциями на 23% и менингитами энтеросирозными на 41%. Советы медики дают традиционные, но оттого не менее актуальные. Нельзя заниматься самолечением и при первых симптомах резкой головной боли, температуре и ломоте в суставах необходимо немедленно обратиться к врачу. Марьяна Мирная, Константин Головин. События.